Всем привет! Группировка кочевники на выезде, на первом выезде. Это наш тестовый выезд. Собрали небольшой лагерь. Ну что могу сказать? Мы позиционируем себя как любители путешествий. И сегодня мы сделали первый выезд, пробный. У нас несколько прицепов. У нас есть тягачи. У нас европейские прицепы, американские. Часть из них свежие, часть не свежие. Но руки приложим, все будет. Не можем больше ждать. Не стали ремонтировать. Выехали как есть, поэтому без секретов снимаем все, что есть. Первый прицеп. Это старичок хобби 420. 89 года выпуска. Надежный, довольно свежий, сохраненный хорошо. Мебель со всей, со всей техникой. Ну, соответственно, что-то надо еще доделать. Но в целом, 4 спальных места. Можно жить. Пойдемте. Двухспальная кровать, которая раскладывается в большую обеденную зону. Спокойно два человека спят, проверено уже. Здесь у нас кухонная зона, газовая плита, мойка, рукомойник, умывальник, холодильник. На противоположной стороне у нас малая гостиная зона или обеденная зона. Здесь можно посидеть, покушать. Она также раскладывается в большое двуспальное место. Здесь у нас находится санузел. Биотуалет, душ, раковина, умывальник. Все, что нужно для комфортного проживания, в этом прицепе имеется. У нас русская печь, в которой готовятся осетинские праги. Есть казан, в котором готовится шулю. Можно готовить плов. Такая передвижная полевая кухня. Посмотрим, как мастер орудует ухватом. Ну-ка, покажи, что у тебя там. О, сковородочки. Осетинский пирог с мясом. Осетинский пирог с мясом на подходе. Посмотрим еще один прицеп. Немного скажу, перед тем, как войти. Это старенький англичанин. 79-го года выпуска. Он многое повидал, но довольно крепкий. Мы его проверили. Взяли его под проект «Техничка», который подразумевает, чтобы возить в нем все, что нужно для отдыха. Это классическая гостиная зона, которая представляет собой диван для посиделок. Здесь стоит стол. Сейчас он убран у нас, стоит на улице. Столик опускается. Подушки раскладываются. Получается комфортное двуспальное место. Тоже лично проверял. Комфортно спать. С этой стороны у нас имеется также печь, раковина, холодильник и отопитель. Пару слов хотелось бы сказать, почему эта «Техничка». Потому что данный прицеп оборудован вот такой вот рольставник, который поднимается и позволяет при его наклоне закатить сюда либо мотоцикл, либо квадроцикл. Вот эта панель поднимается, и здесь спокойно становится квадроцикл, либо два мотоцикла. Собственно, поэтому его и взяли. Ну и как можно говорить о прицепах и не сказать о тягачах? И тягачи – это наша мощь, это наша гордость. Данный тягач – это Suburban K2500, 94-го года выпуска. Старичок, но довольно мощный, полноприводный. Объем двигателя 7,4 литра, инжектор почти 600 ньютонов на колесе момента. Тянет за собой легко любую повозку весом до 10 тонн. В нашей сумасшедшей компании есть не только тягачи и прицепы, есть еще интересная техника. Это джипы высокопроходимые. Вот как раз хотим спросить владельца, чтобы он нам немножко рассказал об индивидуальностях этой машины. Что это? Это всем известный Land Cruiser 80. Здесь HDT, механика, 4 дюйма лифт, тачдок, подвеска, прогрессивные рычаги, 4-3 блокировки. Такой техникой не страшно заострять где угодно, мы всегда знаем, что друзья нас вытащат. Ну и жемчужина нашей коллекции, конечно, это старый добрый американский прицеп. Вообще американские прицепы уникальны. Они огромные, они тяжелые, они оборудованы с завода. Куча опций, которые у европейцев относятся к доп. опциям. Здесь все сразу есть. Это Skyline Nomad 702 1984 года. Пойдемте посмотрим. Сразу скажу, без приукрас, прицеп в плачевном состоянии. Именно поэтому мы его купили. Поэтому ничего не скрывая, показываем как есть. Но, несмотря на это, здесь есть чему подивиться. Попадая вовнутрь, вы оказываетесь в большой гостиной зоне. Где есть диван, который раскладывается в большое двуспальное место. И есть отдельное раскладывающееся доп. место наверху. Раскладывается, там тоже два места. По левому борту расположена кухонная зона. Довольно большая по сравнению с европейскими прицепами. Здесь двойная раковина. Здесь плита, духовка, вытяжка. Также имеется холодильник с морозильной камерой. Который работает от 220 вольт и от газа. По правую зону у нас расположена обеденная зона. Которая легко трансформируется тоже в двуспальное место. В самом хвосте прицепа расположена вот такая двухъярусная кровать. Очень удобная. Внизу мы проверяли, вложился двухметровый человек. Комфортно себя чувствовал. Сказал, что круче, чем в пласткарте. Наверху чуть поменьше размер. Но человек со средним ростом, метра восемьдесят, спокойно размещается. Есть отдельный санузел. О нем хочется сказать поподробнее. Немножко не убрано. Есть отдельно унитаз. Раковина. И душевая вот с таким поддоном, в котором можно даже искупать маленького ребенка. То есть это отдельная большая комната. Также отмечу, что есть вот такая вот штора, которая отгораживает гостиную от основной зоны. Она на всю длину прицепа. Есть вытяжка, которая работает от сети. И есть кондиционер. В восемьдесят четвертый год кондиционер работает. Проверяли, холодит. Ну, что я могу сказать. Европейцы до сих пор не всегда оснащаются кондиционерами. Американцы сразу шли с кондиционерами. Зона чилл, дети, женщины. И все, что с этим связано. Субтитры создавал DimaTorzok